Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, впереди вас ждёт много интересного. Будэйко! Будэйко! Почему меня не предупредили, что в блоке будут девушки? Как вы с ними живёте? Он инопланетянин, я отвечаю. Болоток! Только маме не говорите. Блин, один дебил съехал, другого подслакали. Актёры Александра Стекольникова знают в основном, как ботаника Валентина из сериала «Универновая общага», хотя копилка его образов неожиданно обширная. К слову, единственные, кого Александр не хочет играть ни в кино, ни в театре — это герои-любовники. Актер считает, что подобные роли скучны, а сам он для них не подходит. И действительно, отношения его героя с Машей в сериале «Универ» выглядели как-то неуклюже. Вообще Стекольников очень интересная личность. В детстве вместо того, чтобы гонять с мальчишками мяч, Саша увлекался бальными танцами и историей. После школы он мчался в танцевальную студию, а последопозна зачитывался произведениями о царских династиях, развитии государств и междоусобицах. Ивы-вы-вы-вы. Вообще Стекольников очень интересная личность. В детстве вместо того, чтобы гонять с мальчишками мяч, Саша увлекался бальными танцами и историей. После школы он мчался в танцевальную студию, а последопозна зачитывался произведениями о царских династиях, развитии государств и междоусобицах. После окончания школы Александр отправился покорять исторический факультет Санкт-Петербургского университета, но провалил экзамены. Для зачисления ему не хватило буквально пары баллов. Чтобы не висеть у родителей на шее, Стекольников устроился учителем танцев в детский дом, где помогал воспитанникам развивать способности к хореографии. На следующий год Александр уже переменил планы и вместо исторического поступил в театральный. Молодой человек рассудил, что эта профессия даст ему возможность реализовать все, что ему нравится в жизни. Ведь артист может играть и танцора и короля. Между прочим, роль Вали Будейко в фильмографии артиста находится аж на 25-й позиции. До этого он успел сняться в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Прииск», «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и других, но прославил нашего героя именно Будейко. Между прочим, роль Вали Будейко в фильмографии артиста находится аж на 25-й позиции. До этого он успел сняться в сериалах «Улицы разбитых Фонарей, Бандитский Петербург, Прииск, Дорожный патруль, Морские дьяволы и других. Но прославил нашего героя именно Будейко. Сам Александр называет эту работу отправной точкой своей карьеры. В прошлом году сняли завершающий сезон знаменитого сериала и все актеры вздохнули с облегчением и небольшой грустью. Грустно было расставаться с командой, но и играть студента, когда тебе за 30 тоже надоело. Сегодня Стекольников продолжает работать на телевидении и играть на сцене театра имени Пушкина. В Москву актер переехал после года постоянных разъездов, кстати, в жизни Александр является примерным семьянином. Он давно женат на художнике по костюмам по имени Мария. У девушки имелся сын от предыдущего брака, но нашего героя это не остановило. Через год после свадьбы жена подарила ему сына, которого назвали Ванией. Различий между детьми Саша не делает и воспитывает обоих сыновей одинаково. И он и его жена обожают путешествовать и не только за границей, но и по России. Семья часто ездит на автомобиле в исторические места, вместе с детьми и родителями. К поездкам в Турцию и Египет относятся прохладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди вас ждет много интересного.